Сегодня мы поговорим о том, какие ключевые показатели стоит рассматривать в компании, чтобы произвести комплексную оценку того, стоит ли ее покупать или не стоит покупать. Вот в этом видео мы говорили о том, чем отличаются акции компании Рост и чем отличаются компании стоимости, как производить оценку. Вот в этом видео мы, в принципе, давали некие, ну не то что рекомендации, у нас был отбор акций на 2022 год. Сегодня мы рассмотрим, какие же ключевые показатели являются важными для оценки, на что стоит обращать внимание инвесторов и как непосредственно их трактовать. Смотрите данное видео обязательно до конца, потому что у вас будет четкое понимание, такую информацию искать, как ее трактовать и как спрогнозировать свои будущие потоки денежные от тех или иных компаний. Что ж, давайте перейдем. Итак, когда мы говорим про оценку компании, для любого инвестора являются ключевыми пять основных показателей. То есть первый показатель – это финансовый потокен. То есть нам нужно понимать, что когда мы приходим на фондовый рынок, если мы приходим на рынок как инвесторы, а не как игроки в рулетку, то в этом случае мы должны понимать, что за каждым тикером, за покупкой каждой акции стоит реальный бизнес. И в этом случае нужно подходить к оценке той или иной акции, как вы ставите какую-то фишку на какое-то непонятное число в надежде выиграть. А вы должны понимать, что же за бизнес вы покупаете. Конечно же, в этом случае важно понимать, если мы являемся инвесторами, какими финансовыми потоками обладает компания. Соответственно, финансовые потоки, их можно разделить на выручку и чистую прибыль. То есть сколько компания, в принципе, получает денег в кассу. И второе, какова доля чистой прибыли в общей выручке. Почему это важно? Потому что как раз-таки градация на акции компании, рост и компании стоимости в этом и заключается. То есть у акций компании, которые относятся к компаниям роста, у них что может быть? У них вообще, в принципе, может не быть чистой прибыли. Так как молодая развивающаяся компания, она только занимает рынок, то в этом случае получается, что компания может расти выручка, то есть она может создать какой-то новый продукт, новую услугу, она может занимать новую долю рынка, она активно привлекает финансирование через акционерный капитал, через заемный капитал. И в этом случае получается, что у них чистой прибыли как таковой нет, она все кладывает в развитии. И в этом случае получается, что если мы говорим о том, то посмотрим на компанию как акционер, какую чистую прибыль она генерирует, а чистой прибыли нет чистой прибыли, но при этом идет рост выучки, то есть компания активно растет. Если мы говорим про акции роста, то у компании роста выучки будут расти, при этом чистой прибыли может не быть и это нормально, то есть это нормально, понятно, потому что компания развивается. Когда же мы говорим о компании их роста, то здесь мы тоже смотрим на показатели чистой прибыли, так как это компания стоимости, то в этом случае нам важно какую чистую прибыль генерируют компании. И нужно смотреть не просто на показатель статичный, нужно обязательно брать эти показатели в динамике, то есть что происходит за предыдущие 3, 5, 10 лет. И многие информационные сервисы финансовые, они такую информацию предоставляют, это нужно заходить в финансовую отчетность и смотреть, что же происходит с выручкой. Если вы видите растущую выручку, то тогда это в любом случае хорошо, то есть компания значит растет, растущая она или падающая. Как я часто люблю повторять, есть закон антропии, что все, что не растет, все умирает, то есть то же самое с финансовым. Если у компании растущая выручка, то это хорошо, компания непосредственно растет, и вопрос чистой прибыли это вопрос времени и дальнейшего эффективного управления. Поэтому первое, что нужно смотреть, это на финансовые потоки есть что происходит с выручкой, что происходит с чистой прибыли. Так какой показатель P&AE нормальный? Это не показатель P&AE. Показатель P&AE это показатель стоимости. То есть показатель P&AE это цена, деленная на чистую прибыль. То есть это показатель стоимости, он нам позволяет оценить, насколько эта компания дешева или дорога, за сколько у нас окупится вложение. Это некий такой статичный фиксированный показатель. Когда мы говорим о том, растет или падает выручка, рост или падение, оно смотрится в динамике, и соответственно мы должны в этом случае выстраивать некую динамику на определенном заданном промежутке времени. И чем больше времени, период времени растущая выручка и растущая чистая прибыль, тем в принципе лучше. То есть в какой-то степени таким образом это можно произвести. Поэтому показатель цена прибыли, он не относится к показателям, к финансовым потокам, он относится к показателям стоимости. Еще раз, к финансовым потокам относится рост выручки и рост чистой прибыли. На это нужно обращать внимание. Многие сервисы сейчас эту информацию предоставляют. Что с валовой выручкой происходит, что происходит с чистой прибыли. Второй показатель важный, немаловажный, является долговая нагрузка, особенно в свете последних событий, которые мы наблюдаем в мире, в свете растущей инфляции, в том, что в целом ожидается рост процентных ставок, учесточение кредитно-денежной политики, то есть стоимость денег будет увеличиваться, как некий ответ на разгоняющуюся инфляцию. И в этом случае, когда мы смотрим на долговую нагрузку, нам нужно понимать, что это сейчас является одним из ключевых рисков, и в условиях, когда у нас будет стоимость денег увеличиваться, и у компании высокая долговая нагрузка, которая ей очень тяжело обслуживает, то в этом случае мы можем прийти к тому, что очень высокий уровень долга приведет к тому, что по мере роста процентных ставок стоимость заимствования будет увеличиваться, увеличение стоимости заимствования приведет к тому, что компания будет больше своих денег отдавать на обслуживание долга. Прибыль, которую генерирует компания, она будет идти не в карман акционеров, она будет идти в карман банка, потому что увеличивается стоимость денег. Когда мы говорим о долговой нагрузке, то здесь есть тоже определенные коэффициенты, которые необходимо рассматривать, которые указываются. То есть первое – это коэффициент покрытия процентов, так называемый interest coverage. То есть о чем это говорит, насколько у компании достаточны денег для обслуживания текущих кредитов. То есть покрытие процентов по обслуживанию кредитов. Если это компания роста, то этот показатель должен быть больше трех. Второе – это коэффициент текущей ликвидности. То есть коэффициент текущей ликвидности должен быть больше единицы, для того, чтобы мы говорили о том, что компания стабильна. Чистый долг на EBITDA этот показатель показывает, то есть если мы возьмем, сколько компания в принципе должна, и разделим условно на валовую, ну не валовую выручку, а на EBITDA. То есть это выручка за минусом каких-то обязательных вычислений налоговой амортизации. То в этом случае мы будем понимать, сколько компаний должны работать в текущих условиях, с текущей нормой EBITDA, для того, чтобы покрыть свой долг, весь свой долг. То есть если, допустим, этот коэффициент составляет 1, это говорит о том, что компания при прочих равных условиях, у нее долговая нагрузка такая, что она может за один год своей деятельности полностью покрыть кредит. Если этот показатель составляет, допустим, 11, ну как для недавнего времени, ну вы должны понимать, что у компании у нас столь высокая долговая нагрузка, что она будет 11 лет работать, не отдаст акционеру вообще никакой прибыли, а если еще и амортизацию спишет и налоги заплатит, то в этом случае этот коэффициент, то есть с долгами она будет рассчитываться лет 15. Если не изменится конъюнктура, там помечула отдельная история, то есть высокая долговая нагрузка, активные поглощения были, компания активно, динамично развивалась и думала, что, соответственно, у нее будут реализованы инвестиционные проекты, и она все погасит. Поэтому очень важно вот в таком показателе, тоже когда мы смотрим на долговую нагрузку, мы понимаем, что чем меньше показатель, допустим, долг и EBITDA, или вообще его нет, или он там очень низкий, это говорит на своей стабильности компания, то есть у нее долг не очень высокий. А ДНЕ, долг на собственный капитал, это важный показатель? Все показатели на самом деле важны, что такое собственный капитал, да. Собственный капитал, что это значит? Это, ну, по сути, размеры чистых активов компании. То есть, каким образом это считается? Берется там все активы компании, которые есть, вычитается оттуда сумма долга и получаем стоимость чистых активов. То есть, если я акционер, придется вдруг мне продать эту компанию, то получается, что у нее вот есть размеры, стоимость чистых активов, то есть сколько мне придется денег на каждый вложенный мой рубль, или там в каждый вложенный 100 рублей. И в этом случае нужно понимать, что вот мы берем стоимость чистых активов и берем весь долг, который у нас есть. Весь долг делим на стоимость чистых активов. Что нам это показать? Для чего нам этот показатель говорит? Вот, ну, самая критичная ситуация возникает, да, вот, насколько я защищен как акционер от банкротства компании, да. То есть, если она потом распродаст все свои активы, погасит все долги, вот эта вот оставшаяся стоимость, как она относится вообще к сумме всего долга. Вот о чем этот показатель говорит. Еще есть такой показатель price-to-book, то есть цена, отделенная на балансовую стоимость. То есть балансовая стоимость – это тоже стоимость чистых активов. И Боррен Баффетт в свое время, еще в 60-х годах, когда было небольшое партнерство, и он там делал отдельные точечные инвестиции, то есть так называемый высокую альфу делал, да, то есть обгонять доходность рынка. Он как раз-таки любил такие компании, то есть наряду с показателем цена-прибыль, на которую он смотрел, он еще смотрел на показатель цена-балансовая стоимость. И он говорил, что цена-балансовая стоимость подобна сигарным окуркам, да, то есть сама сигара, она дорогая, вы ее покупаете для того, чтобы условно получить удовольствие. Но при этом, если вы берете сигарный окур, он достается бесплатно. Но тем не менее, в нем еще есть 1-2 затяжки хорошего дорогого табака. И когда мы находим компанию, которая PB-показатель ниже единицы, то есть о чем это говорит? Это говорит о том, что вы защищены как акционер от банкротской компании. Если компания продаст все свои активы, какие у нее есть, по текущей балансовой стоимости, расплатится по всем долгам, то есть останется некая сумма денег. И вот эта вот сумма денег, она делится на количество акций. То есть мы получаем, какое количество денег мы получим на каждую акцию. И если этот показатель ниже единицы, это говорит о том, что у компании столь много активов, что даже в случае, если она обанкротится, погасит все свои обязательства, то еще остаются деньги для выплаты акционера. И если показатель ниже единицы, этих денег даже больше, чем вложил акционер. Второй блок показателей фундаментальных – это долговая нагрузка. То есть какую компанию имеет долговую нагрузку. И самое главное, то есть в первую очередь, те показатели, которые мы непосредственно рассматриваем, это касается, какой размер долга и насколько тяжело компании этот долг обслуживает. И третий показатель – это рентабельность. То есть мы должны понимать и сравнивать показатели рентабельности с тем, что мы можем вложить с доходностью 10%, мы можем вложить с доходностью 20%, мы можем вложить с доходностью 50%. И в этом случае понятно, что показатели рентабельности – они более интересны. И здесь есть три момента. Это чистая маржа – это рентабельность собственного капитала и рентабельность активов на балансе компании. То есть вот три основных показателя, на которые стоит обращать внимание. Чистая маржа – это net margin, рентабельность собственного капитала – это роя и рентабельность активов – это роя. Чего здесь важно? Когда мы смотрим на чистую маржу, чистая маржа, net margin в финансовых показателях компании, ищите это в финансовых коэффициентах, коэффициентах, относящихся к рентабельности, потому что вы понимаете, в принципе, как акционер, с какой нормой доходности работает компания. Это действительно очень важно. То есть когда вы смотрите на net margin, вы понимаете, что когда берете этот показатель, допустим, этот показатель составляет 9. Что это значит? Это значит 9%. Это значит, что с валовой выручки 100 долларов компания зарабатывает чистой прибыли 9 долларов. Если этот показатель составляет 38, это говорит о том, что с валовой выручки 100 долларов 38 долларов чистых зарабатывает компания. От скольки процентов считается, что это круто? Для компании роста показатель для Америки больше 10%, у России, наверное, больше 20%. Для развивающихся рынков, для развитых рынков, в принципе, мы тоже где-то к 10%. Вообще, в идеале, с чем нужно сравнить этот показатель? Вариант номер один. Когда мы отвечаем на этот вопрос, с чем сравним? Есть ставка альтернативной доходности, и это доходность десятилетних облигаций. Второе – это уровень инфляции. То есть, если мы понимаем сейчас, что мы хотим защитить свои денежные средства от инфляции, то в этом случае у нас еще нет маржин, и компании, в которые мы инвестируем, у них нет маржин должен быть как минимум выше уровня инфляции. Доходность этой компании должна покрыть нам инфляцию, издержки на управление. Ну, теоретически можно смотреть на налоги, да, то есть так называемые, чтобы наша реальная доходность с поправкой на инфляцию, издержки и налоги, то есть наша доходность, чтобы покрывала все вот эти вот три класса издержек. И в этом случае мы должны понимать, что тогда минимум 10%. То есть в наших мультипликаторах, в наших матрицах расчетов этот показатель составляет 10. Как раз-таки вот 10%. Рентабельность, она позволяет защитить от инфляционных рисков, транзакционных издержек, которые люди непосредственно платят, и налоговых издержек, которые могут в будущем возникнуть. Поэтому для нас это ориентир 10, для кого-то 20, для кого-то 30. И здесь нужно понимать, сколько компания оставляет. И есть тоже очень важная оговорка, да, мы тоже в свое время об этом говорили, то есть есть компании индустриальной эпохи, которые работают на очень невысоком net margin, то есть которая может составлять до 10%. То есть это классические индустриальные истории, да, сырьевые компании, утилиты те же самые, рейты в какой-то степени. То есть это то, что очень легко масштабируется, да. То есть если компания производит нефть, ну нефть в мире, она практически единая. Мир, которая производится в Саудовской Аравии, в Венесуэле, в Норвегии и в России, она как бы стандартизированная. Получается, что глобально ты можешь производить единый товар, и здесь очень высокая конкуренция. В случае, если ты относишься к компании или оцениваешь компании постиндустриальной эпохи, то здесь, получается, ключевая ценность находится в интеллектуальной собственности, в том, что это уникальный продукт, больше никто этого не производит. И ты создаешь такой продукт, то есть у тебя на цену, ценообразование на твой продукт определяет не рыночные законы спроса и предложения, то есть не рынок определяет, а ты сам назначаешь цену. Когда приходит Apple и говорит, да, вот там, мой телефон будет стоить столько, то есть мой ноутбук будет стоить столько, я вам предоставляю экосистему, и они предоставляют такой товар и такие сервисы, что люди, в принципе, платят это. И это относится к компании постиндустриальной эпохи, это относится к компании фармацевтической области, когда компания разрабатывает один укол, который излечивает от смертельного заболевания. И они говорят, этот укол стоит 980 тысяч долларов. Может быть, у него себестоимость производства этого укола, там, 100 долларов, а продается за 980 тысяч, но человек приходит и покупает, потому что это стоит дорого. И поэтому, когда мы смотрим, допустим, нации фармацевтических компаний, американские, те же самые, у них нет маржин очень высокий, то есть он может доходить до 89%. 89% чистая маржинальность. О чем это говорит? Это говорит о том, что со 100 долларов выручки компания зарабатывает чистыми 89 долларов. И в этом случае, конечно же, для меня, как и для акционера, в этом случае важно. Мы смотрим на предыдущие финансовые попытки. Это растущий бизнес, выручка растет, чистая прибыль растет. Я начинаю смотреть на нет маржин, и нет маржин там еще высокий. Но это не является ключевым определяющим. Опять мы говорим, что показатели нужно рассматривать в комплексе. Но здесь тоже нужно смотреть более глубоко. То есть если компания не зарабатывает для акционеров, то получается, она куда-то деньги вкладывает. То есть выручку же она получает. И может действительно произойти такое, что, когда вы смотрите на эти показатели, опять-таки откалибровали, так, чистый прибыль нет, все, я не смотрю на это. Нет, но может быть поглощение какое-то. То есть компания взяла, и все деньги, которые у нее были, направила на покупку конкурента. Вот опять-таки в фарме американской часто происходят сделки поглощения, когда крупная компания берет, поглощает мелкую компанию, выплачивает предыдущим акционерам очень много денег, прибыли не остается никакой, то есть акционер ничего не получает. Но она покупает компанию с производственными мощностями и с патентами на какой-то уникальный лекарственный препарат. И у этой крупной холдинговой компании есть своя сеть дистрибуции по всему миру. И она понимает, что да, они заплатили непосредственно, но тем не менее маржа, которая была, компания, которая поглотилась, да, то есть она достаточно высокая. И эта компания может увеличить, построить новый завод. Опять-таки купили компанию, получили патент, построили завод, и завод, может быть, построили не сразу. И в этом случае получается, что финансовые показатели как раз-таки это можно разобрать, это можно непосредственно ввести. Это я просто к оговорке о том, что этот показатель важен, но он не является ключевым. Остановимся по рентабельности, то есть смотрите на чистую прибыль, и в этом случае вы понимаете. То есть вы смотрите на совокупность этих показателей, показателей финансовых потоков, долговой нагрузки, рентабельности, и только вот четвертым этапом идут показатели стоимости. Фактически что такое показатели стоимости? Показатели стоимости позволяют инвестору ответить на вопрос, по сути, за сколько лет у меня купится вложение. То есть цена, деленная на чистую прибыль, и второе, цена, деленная на выручку. Как мы уже сказали, по финансовым потокам компания может быть растущей, у нее может расти выручка, но чистой прибыли может не быть. Яркий пример тому, та же самая Tesla, которую люди покупали. То есть чистой прибыли фактически компании не генерируют или генерируют ее слишком мало. То есть если мы берем там показатель цена-прибыль по той же самой Tesla, эти показатели у них были и 800, и 500, и 300, потому что чистая прибыль может увеличиться. Самое главное, чтобы росла выручка. И поэтому здесь есть два показателя. Первое. Если компания будет направлять всю чистую прибыль на выплату дивидендов, за сколько лет у меня купится инвестиция? То есть первый показатель, за сколько лет купится инвестиция. Второй показатель, который из этого можно вывести, какая рентабельность. Ну просто меняются числители знаменательств. В первую очередь мы цену делим на чистую прибыль. Во втором случае, если мы не уже имеем расчетный показатель ПИИ, там, я не знаю, 20, то мы можем 100 разделить на 20 и получить рентабельность. То есть если мы покупаем акции компании с ПИИ 20, мы должны понимать, что в принципе мы тогда инвестируем с доходностью, ну, это очень грубо, как говорится, 5%. То есть мы можем 100 разделить на 20 и получить 5. То есть это наша рентабельность. За 20 лет это купится инвестиция. Если показатель 10, то наша рентабельность получается те же самые 10%. Когда мы говорим о том же самом Газпроме по текущим котировкам, когда формулный показатель ПИИ составляет порядка 5-6, мы можем там 100 разделить на 5 и понимаем, что тогда у нас доходность 20%. Покупается этим показатель. Поэтому это показатель стоимости, который как раз-таки позволяет ответить на вопрос, за сколько лет отпутся мои собственные вложения. Минус этого показателя заключается в том, что он статичен, и он показывает, что, ну, прибыль в предыдущие 12 месяцев. Первый недостаток, он играет очень плохую шутку в самые лучшие и худшие моменты для покупки акций. Пример. Экономика находится в заключительном стадии растущего кредитного цикла. То есть экономика циклична, мы об этом говорили. Экономика растет, у компании растет чистая прибыль непосредственно. То есть в этот период у компании прибыль становится очень большой. Потому что люди верят в завтрашний день, стоимость кредита очень низкая, люди потребляют, и у компании растет выручка, и выручка приводит к тому, что растет чистая прибыль. И в этом случае что получается? Что цена, допустим, более или менее стабильна, а чистая прибыль выросла. И вот рост этой чистой прибыли, то есть что происходит? В нашем уравнении цена делится на постоянно растущую чистую прибыль. И может сложиться ложное убеждение у инвестора, связанное с тем, что класс, компания зарабатывает очень много, за предыдущие 12 месяцев показатель составляет 10-15. Ну, для американской, допустим, компании. И он считает, что это хороший момент для покупки. Компания дешевая. То есть я куплю свое вложение за 10-15 лет при средних значениях по американскому рынку на уровне 20-25. И он покупает. Хотя компания достигла своих пиковых значений, и в принципе в любой момент может развернуться и начать падать. Экономика начнет сползать, начнет замедляться, у компании начнет замедляться выручка, чистая прибыль начнет уменьшаться, и этот показатель начнет расти. За собой приведет к тому, что люди скажут, что я покупал по 15, а сейчас это 20, а потом 25. И она мне неинтересна для покупки, и люди, опираясь только на этот показатель, начинают продавать. Неправильно. Второй момент негативной статичного оценки только данного показателя ПИ заключается в том, что когда наоборот самый удачный момент для того, чтобы купить акцию, которая наступает в период спада, в период падения экономик, когда негативные ожидания, когда увеличивается стоимость денег, когда растет безработица, в этот период происходит, что экономика схлапывается, сжимается, у компании уменьшается выручка, уменьшается чистая прибыль, и вот опять-таки делитель чистой прибыли, он становится очень маленьким. И показатель ПИ в этом случае становится громадным, то есть он становится большим. И человек смотрит на компанию фундаментально, только на этот показатель, говорит, у ПИ 100 я покупать не буду. Не понимаю одной простой вещи, что сейчас идет экономический спад, и отсутствие чистой прибыли это некое такое временное явление. Ты смотри тогда в этом случае, а что было у компании за предыдущие пять лет с выручки, росла она или нет. Ты смотри, с какой рентабельностью работает компания, ты смотри на долговую нагрузку компании, и может быть, высокий показатель ПИ это наоборот сигнал о том, что нужно будет. Последний пятый показатель группа показателей это показатели доходности, то есть это дивидендная доходность, ну все, что связано с дивидендами. Какой дивидендной доходностью обладает компания, как растут дивиденды за пять лет, растут они или не растут, сколько лет увеличивались выплаты дивидендов и коэффициент выплаты дивидендов. Почему это важно? Потому что это, наверное, больше относится не к компаниям роста, это относится к компаниям стоимости, стабильность дивидендных денежных потоков, Сколько я с этого получаю денег? Растет ли дивидендная доходность? И такой коэффициент выплаты дивидендов, особенно для компании, стоимость этой является очень важным критерием, потому что если коэффициент выплат дивидендов превышает 80%, это говорит о том, что компания достигла таких масштабов, такого предела, то есть опять мы возвращаемся к законной энтропии, что она настолько выросла, что дальше расти могут. Компания генерирует выручку, генерирует чистую прибыль, выплачивает дивиденды, коэффициент выплаты дивидендов, то есть всю прибыль, которая образуется у компании, более 80% она отдает акционерам. То есть это значит, что компания достигла некого предела или менеджмент компании не знает, что делать с этими деньгами, и он начинает эти деньги отдавать акционерам. И нет потенциала роста, и это говорит о том, что у компании какой-то предел роста в принципе возник, и здесь может быть стоит поостеречься. Максим, вот я вас сейчас слушала и по счастливой случайности открыла акцию, где все с показателями, как мне показалось, хорошо. Вот послушайте, ПИНАИ 4,5 года, РОЭ 2,23%. Нормально, да? Рентабельно, собственно, капитала 2, так себе, на рентабельно больше 10, то есть уже проблема что-то с рентабельностью. Маржа чистой прибыли 20%. Нормально. Ну, больше 10. Больше 10, уже хорошо? Да. Чистый долг вот этого, вот как оно? EBG. Угу. 1,23. И ДНЕ 62. Что нам еще нужно посмотреть, чтобы понять, что тут все окей? С выручкой что происходит за последние 5 лет? Растет, падает. Растет на 5%. Цена продажи, price to sales? 356 рублей. Цена выручки? 1,24. А дивидендная доходность? 2,63. Компания российская или американская? Российская. Как минимум стоит присмотреться. И PIE, опять-таки, это за предыдущие 12 месяцев, можно смотреть форвардные, то есть есть показатель цена прибыли предыдущие 12 месяцев, то есть берется прибыль за предыдущие 12 месяцев. И здесь, опять-таки, этот показатель, то есть он сейчас сигнализирует, что это привлекательная доходность, то есть рентабельность более 20%, очень низкий срок покупаемости. И нужно понимать, за счет чего эта прибыль сформирована. Как минимум стоит посмотреть скорректированный этот коэффициент на предыдущие 3-5 лет, то есть насколько это стабильные эти денежные потоки. И второе, посмотреть на форвардный показатель, то есть у PIE, у него, соответственно, есть, ну так Шиллера он называется, да, то есть корректированный на 10 лет предыдущий, то есть показывает, насколько он стабилен этот показатель. И форвардный, то есть ожидаемая доходность, то есть ожидаемая чистая прибыль в следующие 12 месяцев, то есть вот так и называется форвардный PIE. И посмотреть в следующие 12 месяцев, будет ли такая прибыль или нет, потому что прибыль может быть какая-то разовая. Или что-то продали с баланса, да, и получили очень много выручки. И тогда у тебя поплыла, поплыли все показатели, и это разовая история, или это постоянная история. Но пока то, что названо, в принципе, интересно. Но опять-таки меня вызывает вопрос дивидендной доходности, почему такая низкая. Каков коэффициент дивидендных выпук? 3%. Классно. Ну, можно посмотреть, я бы посмотрел его в первую очередь на показатели чистой прибыли, за счет чего они формируются. Долговая нагрузка, ее разбивка. Это компания Куйбышев Азот. Ну, здесь еще помимо всего прочего, то есть фундаментальная точка интересна, с позиции ликвидности больше вопросов будет. Потому что компания малоликвидная, то есть объемы торгов не очень высокие. Если там портфель, я не знаю, 50 тысяч рублей, и на 5, на 3% купить, можно купить. Если портфель большой, то здесь можно столкнуться с тем, что, ну, во-первых, ее будет тяжело купить, и надо будет премию в рынок давать. Ну, то есть компания фундаментально интересна, кто ее будет вам продавать. Судя по тому, что цены есть, какие-то ориентиры, то ее продают. Вопрос, какой объем вы сможете набрать этой бумаги. И самое главное, когда она вырастет, когда ее рынок справедливо оценит, кому вы это будете продавать. То есть очень важный вопрос ликвидности, это смотреть, наверное, надо по техническому анализу объема торгов. То есть многие люди находят, говорят, ух, все, класс. Покупают у Манзинских завод автобетоновозов, да, то есть, окей, хорошо, ты, может быть, его и купишь по фундаменталу, он там интересен. Но ты должен понимать, что, может быть, растет он потому, что была стройка в Сочи, да, Олимпиад, и не нужно будет столько бетоновозов. И второй, когда ты это сможешь потом продать, когда закончится этот момент. То есть сказать, что все однозначно и просто, нет. Мы поговорили о финансовых показателях, но здесь нужно понимать, что не является единственным правильным источником. И я все равно говорю, что предварительный анализ можно произвести, можно сделать, но на начальном этапе, наверное, для человека более безопасно будут покупать какие-то индексные фонды. Но вот в этом направлении стоит развиваться, да, то есть, как говорится, 95% успеха – это фундаментальный анализ. То есть, когда ты видишь растущую компанию. Ну, то есть, когда у тебя есть эти показатели, для тебя, опять-таки, это превращается все-таки в инвестицию. Для тебя это не превращается с закрытыми глазами поставить какую-то конкретную фишку, да, чтобы это не превращалось в некую такую спекуляцию. Ты понимаешь, что за бизнес, ты понимаешь, почему ты его покупаешь, ты понимаешь, что с денежными потоками, с какой рентабельностью работает компания. И самое главное, когда мы говорим об этом в 2022 году, часто вот задают вопрос, а что делать, когда все упало. У тебя не будет вопросов, что делать, потому что у тебя будет один единственный момент, что ты и так купил компанию с сильными фундаментальными показателями. Если она тебе рынок на панике, на эмоции дает, вот у вас дисконты к покупке этого бизнеса, там, 30%, 50%, то ты будешь покупать. Ты не будешь думать над тем, фиксировать тебе убыток или не фиксировать. Это тоже очень важно показать. Друзья, если у вас остались какие-то вопросы, много было сегодня сказано, да, обязательно оставляйте комментарии. Будем оставить комментарии, создавать видео. У меня сегодня на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания, удачи, всего самого хорошего. Субтитры подогнал «Симон»!